Истерзанная земля. Экономика. 18 июня 27. Истерзанная земля. Президент УВВ. Путину прямой вопрос по прямой линии. Будет ли остановлено истребление крестьянской земли национального богатства России? Так звучит он в устах деревенских тружеников все последние годы. Так и оставил его на предыдущих линиях, но ответа не последовало. Два слова о себе. Сельский инженер. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал главным инженером в Курганском селе, затем в совхозе Юргомышский в той же должности, избирался и партийным секретарем. Ныне глава Красноуральского сельсовета. Многолетний опыт и гражданская позиция дают мне право на сравнение жизни советской и антисоветской, на выражение крестьянской озабоченности. Скажу сразу, в нынешнее время мы потеряли из прошлого все, осмысленный труд, благоустроенный быт, надежду на завтрашний день, сам смысл жизни на родной земле. Красноуральцы своими руками сотворили мощное, во всех смыслах эффективное животноводческое хозяйство. Комплексы на натуральной кормовой базе. Продуктивное стадо, насчитывавшее тысячи голов. Круглогодичный цикл занятости. В изобилии говядина, свинина, молоко, молочные продукты. Дешево, качественно, прибыльно. На этой базе переустраивали весь быт сельчан. Возник комбинат бытового обслуживания. Это населета. Женщины предпочитали сдавать белье в прачечную, экономя силы и время. Там чисто выстирают и выгладят за копейки. В сельскую баню мужики собирались, как на сход. Заработали прекрасный клуб, спорткомплекс. Школа и детсадик на сотню ребятишек. Ну, не как у Грудинина, но в помещичьем доме все было обустроено. Я тоже туда своих детей водил. В общем, много чего было. Успели в 80-х годах и асфальтированные дороги проложить между селами и до райцентра. Я приехал из Челябинска работать на село и не чувствовал себя лишенцем городских удобств, чумазым селянином. Фронт работ, как у заводского инженера, цехами управлял, хоть и поменьше, но почище. Специалисты, животноводы получали от 300 рублей и выше. Столовая была прекрасная, все свое, свежее мясо, молоко, овощи. Обеды дешевые, кругом чистенько. Вот и решали, зачем дома варить в столовой можно все взять и на завтрак, и на ужин. Вспоминаю эти мелочи, чтобы подчеркнуть уровень тогдашней жизни и бытовой культуры. Разве можно сейчас в Курганской деревне получить задешивая весь этот сервис? После разрушения Советского Союза началось целенаправленное уничтожение коллективного труда в российской деревне. Ельцинским указом, во исполнение требований МВФ, распускались колхозы и совхозы. Такое и вот головокружение от капитализма. Для промышленных предприятий, обеспечивающих село техникой, удобрениями и прочим, своя дорожная карта к ликвидации. Для перерабатывающих, обслуживающих центров свои рецепты. Для аграрной науки, семеноводства тоже продуманы методы самоуничтожения. Теперь, по стечении трех десятилетий, мы видим, как исподволь, но методично подводилась российская деревня к роковому концу. Теперь мы часто произносим слова, на наших глазах. Да, все мы свидетели, как мировой капитал беспощадно уничтожил социалистическое сельское хозяйство России, разваливая его руками послушных исполнителей российских компрадоров, будь то мелкие начальники на местах или деятели в министерских креслах. Уничтожалась потому, что советская деревня была одной из основ социалистического строя, как и многонациональный союз, как и гуманистическая культура, школа. Заодно расчищался рынок для сбыта продукции капиталистического перепроизводства и закладывались на десятилетия неконкурентноспособность, хроническое отставание нашей деревни. Я начал работать в сельском совете в 2001 году. В это время происходило банкротство нашего совхоза Юргамышский. Вижу все как на ладони. Назначается внешний управляющий, который абсолютно никакого отношения к сельскому хозяйству не имеет. Он живет в городе Свердловске, дает доверенность еще какому-то постороннему управляющему, который находится в Кургане и тоже не нюхал деревню. И вот пришлые дельцы начинают описывать имущество и распродавать за бесценок все полностью, что было создано и построено за многие годы. Продали технику, ангары, фермы. На дармовщину для них не жаль все ломали, разбирали и увозили из села. Потом дошло и до совхозной конторы. На месте двухэтажной конторы теперь ровный пустырь. Баня, сельская котельная уничтожены. Свинокомплекс, молочно-товарные фермы снесены и уму непостижимо. С тех пор на бывшей территории совхоза общественного скота нет вообще ни одной головы крупного рогатого скота, ни свиней. Остались считанные единицы во дворах. Единственное, что мы смогли сохранить, когда я начал работать в сельском совете, это отличное здание клуба, которое находится в центре села. Оно тоже продавалось с аукциона, но благодаря работникам районной администрации нам удалось сохранить хоть клуб. Спорткомплекс тоже был продан. Такого надругательства над людьми труда и вообще себе представить не мог. Чтобы вот так уничтожать то, что создавалось десятилетиями, что должно было держать на себе жизнь села и в будущем. Материальная база уничтожена, жизнь убита. Осталась только бюджетная сфера. Школа еще работает. Возят в нее детей еще из двух сел, а в общем 80 учеников. Раньше в ней занимались не меньше 140 детей только из центрального села Красный Уралец. Остался еще садик, но сейчас в нем 30 детей, а в советское время было более 100. Поэтому многие школы сейчас под угрозой закрытия, а садики объединяются школами, заведующих садиками сокращают. Медпункты закрывают. Продолжается оптимизация. В советское время у нас в центре села Красный Уралец и отличный медпункт занимал просторное здание. Помимо этого, медпункты были на отделениях совхоза Петровская и Раздольная, а также на свинокомплексе. Кроме того, было два физиокабинета на свинокомплексе и на центральной усадьбе. На сегодняшний день ни одного физиокабинета нет. Медицинский пункт сохранился только на центральном отделении, но он сокращен наполовину. В Раздольном медпункт ликвидировали, в Петровском он в жалком состоянии. Я говорю о своем совхозе, а ведь такое мракобесие творится по всей России. При народной власти основной двигатель населит трудовая община, совхоз. Тут принят закон о сельском самоуправлении, ничем не обеспеченной. Ни материальной базы, ни средств. Но именно на сельский совет возложили все заботы о сельской жизни. Объявили пресловутую оптимизацию и местного самоуправления. Стали сокращать советы. Соединяют два-три в один. Все экономит деньги. Я неоднократно уже выступал и сейчас говорю, что это только наносит огромный вред нашему населению. Сегодня любой глава сельсовета получает зарплату меньше, чем заведующий клубом. Мы уважаем труд технического работника, но сегодня и специалист гораздо более высокой квалификации получает нищенскую зарплату уборщицы. Вот до чего мы скатились. Деградация коснулась не только села. Сельские советы не в состоянии совершить поворот к лучшему. У них нет в руках ничего абсолютно. А теперешний эффективный собственник, если взял землю и обрабатывает ее, то ничего не делает для населения. Ничего не строит на селе. Что построено было до 1991 года и еще не уничтожено. Вот с этим и живем. А после 1991 года приезжайте в любую деревню и не найдете ничего нового. И откуда тогда здесь будет молодежь? Камень на шею, а не локошка золота дал каждому жителю села раздела общенародной земли на личные паи. Что с этими клочками делать? Они так и числятся только на бумаге. Однако ввели налоги на эту землю. Владельцы, в основном старики, ничего сделать не могут, но с них требуют плату. Люди пошли в совет, что нам делать с землей. Я обращался в управление сельского хозяйства. Старики писали областному главе. Все без толку. Люди стали сдавать земельные паи обратно государству. А закон таков, что земля, которую жители сдают, переходит в пользование сельских советов. Однако земля не ждет, когда они позаботятся, будут обрабатывать. Она начинает зарастать бурьяном, кустарником и лесом. Вот эта земля и переходит нам в советы. Но если даже ее куда-то отдать, ее надо межевать, а за это надо платить. У совета таких денег нет. Нашли сельцы, которые скупают у людей земельные паи, идет спекуляция землей. Вот такая вакханалия. Правители в сотый раз заверяют и обещают поднять уничтоженное имя село теперь словом президентского прорыва. Добавлю по энергоресурсам. О газификации села вообще речи не идет. Сколько я писал губернатору о газификации наших сел приходят только отписки, того нет, другого нет. Хотя мы видим, как мимо нас трубы идут и в Северный поток, и в Южный, точка. И в Турцию, и в Китай. А мы топим за дровами, как первобытные люди. Когда я приехал сюда, у меня в комнатах работали батареи, работала котельная. Почти все село Красный Уралец старались присоединить к котельной. Сегодня все вернулись к дровам. Дикость при такой-то энергонасыщенности страны. Ездил в Германию к друзьям, с которыми учился в институте. У всех газ подведен. А ведь это наш газ, тот, что мимо нас течет. Мне стыдно пригласить немецких друзей в гости. Они скажут, как же так, газ под боком, а вы вырубаете леса. Да, вырубаем леса на дрова и на продажу за границу. Мы уничтожаем свою природу полностью, распыляем свои национальные богатства. Это бьет по народной жизни. Неужели нельзя остановить этот погром? Почему в буржуазной власти не находится никого, кто бы забил тревогу и посчитал наши чудовищные потери от неправильной политики? Какие горы ценнейшей сельскохозяйственной продукции за эти десятилетия не получены? Какие тем самым оборваны потоки богатств для строительства сел и деревень, для превращения их в агрогородки, связанные сетью новейших путей сообщения, дорог и авиалиний? Ведь в течение нескольких предшествующих пятилеток эти работы велись по долгосрочной программе, которая продлевалась и на будущее. Я вижу сейчас единственный путь в оставшихся еще селах создать государственные предприятия, восстановить условия жизни, которые были в советское время. Только таким образом можно остановить отток бегства жителей из уцелевших еще сел. Еще я считаю, что по прямой линии не должна проводиться кривая политика. Юргомышский район, Курганская область, Павел Дмитриев.